здравствуйте друзья подписчики гости канала про икея и те особенно тем привет кто следит за нашим блогерской деятельностью вне икея мы опять сорвались конец месяца стал традиционным отъездом саранский стал холм и мы мигрируем на юг мы не зря ранее в обзорах предыдущих говорили очень много советов получили и мы решили немножко так немножко по-хитрому наверно поступить по еврейски мы не станем сейчас приезжать мы просто попробуем там пожить месяц вместе с вами если нам понравится мы будем потом уже стремиться приезжать окончательно на юг поэтому у вас с собой берем на небольшое путешествие расскажем все о как доехали пустую дорогу выезжаем первый раз в тучу я пока пойду спать мы без семейства семейства у нас остается дома дети дома с бабушками бабушек 2 на 2 ребенка поэтому мы за бабушек спокойно из-за детей тоже а сразу хочу предвосхитить комментарий как же так по 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 друзья а школа занятия секции вот смысл дергать детей из-за месяца нет смысла мы фактически уезжаем в командировку если кто знает такого очень классного мотиватора радислава гандапаса нам не только мотиватора дадим он там такой глобальный коуч коуч ну довольно таки интересный мы призываем себя с дмитрием юрьевичем в армию на месяц то есть мы едем не отдыхать мы едем работать сразу по двум сферам а вас ждут обзоры в икеа адыгея краснодар а кто взять чтобы золото и да ну и очень много-много всякого по сайбериану у нас кстати друзья а а ну мы в заметках это напишем потому что блок же выйдет позже но блок будет своевременно уходить ребята задержкой 12 днем компьютер техника все с собой все собой мы раз приедем покажем какой квартиру мы сняли и как потом мы немножко ее там под себя переделали короче тогда так заметках мы это напишем отдельно кто будет сейчас смотреть влог друзья если вы проживаете в анапе в краснодаре мы будем и там и там мигрировать то что и у вас есть дикое желание встретиться с нами по поводу нашей второй деятельности мы с удовольствием все расскажем все покажем а тем более кто следит за мной в инстаграм мы сейчас запустили очень классно обучающую платформу на базе телеграм мощнейшего а вот на и мощнейший короче мы выезжаем из саранско-чайского 10 вечера татьяна ложится спать а я буду всю ночь ехать за рулем потом ближе к воронежу ближе к воронежу мы с татьяной поменяемся местами я буду спать не хочет с тобой дружить машины а татьяна будет рулить надеюсь все будет замечательно все погнали не буду вам показывать точную дорогу потому что нифига видно все равно не будет будем жить теперь да будем теперь уже с вами общаться днем когда будет светло у нас запланирована остановка в тамбове фифти-фифти нам надо зарядиться кофейком чуть-чуть съесть хотя я не люблю этот макдональдс я очень редко эту пластма пластмассовую еду я ем но выхода нету потому вы не хотим кататься не дает оговорить вот смотрите какая красота на подъезде к тамбову они очень так хорошо смотрится прям так очень ярко и так красиво они разноцветные кстати на удивление татьяна полная очень легко перенес это расстояние от саранского тамбова вот если взять примеру то что мы ездили на юг через дорогу днем я больше уставал да сейчас мне намного комфортнее может я грешу на то что я перед тем как поехать немножко поспал или машина удобная или машина удобная не ну трафика мало в основном фуры тут они потихонечку обходят они помогают тебе когда надо обгонять сейчас будем пластмассу есть что-то мы даже и не навели с этим макдональдсом потому что он что-то нечаянно закрыт оказывается он до 24 часов открыты хотя по табличке написано 24 часов тамбов вас как все это работает очень интересно слабого тут их два таких заведений пойдем сейчас дубль 2 делается ко второму большому великому сожалению мы так потом было покатавшись не нашли ни одного заведения которое работает 24 часа и реализует кофе но слабого и заправки мы остановились на рост нефти татьяна вон там вон сейчас будем заряжаться кофе посмотрите в маске как шреддер он будет похож на мехмета фенди нет но молока честно налили честно а сахару сколько сахара спасибо хоть на эту а вы пробовали кофе зерновой мехмета фенди напишите в комментариях турецкая немножко кофе время 5 часов утра мы в воронеже татьяна пошла оплачивать солярку и вот мы в бару воронеже время 5 утра машин практически ноль на трассе справляемся надеюсь самому доехать сегодня до ростова дальше отдать роль татьяне я буду потом байки ложится все не пропадаете доброе утро друзья мы уже 12 часов пути дмитрий юрьевич с полукрасными глазками ну да уж про зарядку вот сейчас сяду я за руль и мы поедем дальше нам осталось сколько 440 километров мы первый раз на первый раз на нашем прайме совершенно другой уровень езды это комфортно этим вот это удобно это какие странные экономичные и быстрее дороги пустые погодушка а в ростовскую область 12 градусов и мелкие дожди тетик фура 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 и мы уже в краснодарском крае до краснодара осталось 300 километров остановились на заправочку чтобы сделать небольшую передышку и мы заметили необычные обычные перед нами стоит фура набитый яблоками вот полный полный забитый до отказа и и снизу снизу смотрите капает капает сок яблочный аромат стоит чистый мед очень вкусно хоть стакан подставляю и будет натуральный сок у вас фрэш тринадцать пятнадцать по москве четверг двадцать третьего сегодня да 23 октября за бортом плюс 17 я кайфую а все ближайшие недели кстати краснодарском крае в районе 18 даже по 18 23 градусов мы чешем без остановки уже получается в 10 часов у нас будет 12 11-12 час 3 часа менять дмитриевич упустил не на долго зару сам подремал а пока мы тут останавливались на заправке он быстренько перепрыгнул и я теперь опять пассажир ну благо есть интернет и вот она работа в телефончике нам осталось чуть-чуть совсем до 190 километров уже до пункта назначения а сразу скажем жилье пройти ванна пена слаженовато ну точнее сказать на наши критерии было тут ну может еще можно и на 10000 эти можно и на 70 тысяч тут нет денег за это у а все какая-то проверяемном жилье сдают агенты и комиссионные ну мы смотрели да на авито на букинке кстати самый зверский ценник имейте ввиду авито и те же объявления на дом клик а просто агентство и блин ну короче комиссия от 50 до 70 процентов ну такие да нормальные квартиры либо есть хорошее жилье так далеко находится что дадим по смысл смысл да то есть как бы все таки не лето где там ты пойдешь купаться нужно пляж просто только если прогуляться поэтому мы все покажем что мы нашли надеюсь что мы удачно выбрали пока секретики открывать не буду вот но по критерию выбирали обязательно стол чтобы был компьютер шаговая доступность магазинов все друзья мы на финишной прямой 43 километра 48 минуты мы воначали а ничего не напоминает в июле примерно даже зелень было до чего не поменялось за юля друзья мы в анапе вы с нами мы уже переоделись вот такая вот гостиница большой мастевой дом в зимнее время сдается как квартиру наша бибишка дима пошел в номер за аккумулятором мы сейчас пойдем быстренько сходим по ужинам дойдем на набережной покажем вам морюшко кстати все на замочках никуда бибика нашей не денется до моря ровно две минуты смотрите уже луна кстати в анапе сегодня плюс 17 для местных это безумно холодно для нас жарко и местных от приезжих можно отличить по одежке то есть вот я да с загнутыми рукавами мне тепло местные в куртках вот гостевой дом онегин димочка димочка как вам не курортная она по я еще пока не оценил мы еще только приехали давай хоть домой дойдем опять ты не правильно вот так да вот и ведем мы вас по какой по таманской улице кстати по картам все полностью соответствует вот как она есть на яндекс картах да стройки пойдем хоть это руки в море окунем вообще мы пошли в хозяйский магазин за тряпкой ну и за всякими мелочами потому что то что до снято жилье оно как квартира отдельно кухне я вам сейчас все это покажу комната туалет так далее то есть какие то вещи надо декором темно надеюсь нас будет видно и не будет задувать микрофон я поставлю пока так камеру против ветра я не знаю мне кажется с ним может фонарь ты видна пойдем уже рубежка свет ну говорите говоря говорю я бы хотел показать ну сейчас мы подойдем покажем море все мы добрались и домой то тоже вот он да тут поролон какую то так сделать пошли потихонечку побоимся ветер микрофон сдувает папа никак не наколхозит мембранку на микрофон чтоб не было таких страшных звуков но все потом так мы не спустились к морю сделаем мы это завтра мы полуголые вышли надо выходить в курицу а уже в принципе и не лето на улице и мы неподобающе одеты а у воды прохладно это еще более-менее я вот говорю шум вот ребята наша голубейшая мечта стоит бордовый мерседес да совсем совсем-совсем бордовый бордовый ну мы еще не дошли кто следит за нашим блогерской деятельностью за наши влогами мы в этом году отдыхали дикарем диким диким дикарем а к чему это было сказано мы хотели себя испытать способны ли мы жить можно сказать вот так под чистым небом да нам это понравилось и мы теперь будем стремиться вот к такой штуке вот к такой штуке офигенно вот приехал и встал куда угодно да вот вот это наша голубая мечта который мы со временем пройдем поэтому мы ближайне недолго мы к своим мечтам а у папы еще пара игрушечек есть ааа за пальцем я поэтому лет через пять мы надеемся смотри покажи красоту покажи красоту покажи красоту покажи олея красиво волосатая волосатая народу почти никого вообще реально кайф мне кажется я говорила это уже в самом начале влога я знаю что сегодня больше его монтировать сразу выкладывать кстати влоги будут выходить прямо с жару будет несколько частей а сегодня это чисто такой да заставочный наверное часть первая что мы приехали ребят мы здесь месяц возможно больше и у кого все у кого есть вообще желание с нами встретиться велкам можем слет про икей организовать и просто можем встретиться я хочу сказать что мне устало куда-то ушло да посмотрел на море так так хорошо стало тебе компьютер туда к морю будешь там работать я вспомнил летний отпуск да так когда вы сидели на стульчике у костра шум моря звезды выключай камеру чего темно хоть вот сюда на пятачок в темноте бродит два идиота в поисках додо пицца блять нет мы собирались в ресторан он оказался закрытый он закрытый и поэтому тут два чебурека блять из Мордовии и что додо пицца блять мы жрать хотим мы голодные магазинов в округе нет мы зашли в пару магазинов вообще какие-то непонятные пироги лежат засохшие овощи Дим уже выпил немного пива поэтому руль отменяется руль отменяется меня он не пускает к незнакомому городу и мы в поисках тупо пропитания потому что магазинов нет кафешек нет а какие-то пару бутербродных попалось где страшно есть по крайней мере хотя бы додо знаешь чем там накормят да в поисках мамонта ближ завтра с утра мы встаем едем мы когда приезжали отдыхать с детьми у них там Дим красный свет куда пойдем пойдем Дима красный свет для кого для пешехода тоже человечек красный они почему стоят потому что для них тоже красный о все прикол пойдем вот я короче не договорила но вы видели наш влог да когда мы ездили отдыхать там и центральный рынок недалеко и большой магнит гипер надо завтра тупо съездить набить холодильник продуктами спокойно садиться работать уже чтобы вот такими круговерцами не заниматься а сейчас мы ищем пиццу Дим нас темно и не видно ну нормально все не переживай главное слышно у нас выключай всем доброе утро Анапа можно сказать день первый вчера был нулевой да Юрьевич не слышит мы сейчас собираемся быстро сделать такие мелкие дела типа покупки продуктов там мелкий хоз быть нужным вы уже видели да что мы вчера не нашли магазинов кстати пицца Дмитрию Юрьевичу не зашла анапская изжога майла всю ночь благо с собой вот такая вот волшебная штучка от сибирского ИПАМ 11 которая очень помогает хорошо гасить изжогу вот а я вам сейчас пока проведу мини рум тур по нашему обиталищу на ближайшие месяцы хвостиком так включаем везде свет значит вход тут мини прихожечка прайс за испорченные вещи страх прям страшно страшно лучше ничего не ломать такой холл коридорчик мне конечно единственное не хватает когда ну люди да надолго приезжают вот сюда какой-то вешалки потому что вот ну верхние вещи кучи чтобы не висели но это лирика я думаю мы что-то придумаем с этим так туалет с ванной совмещенный здесь мы уже чуть-чуть обжились стиралка это главное я мои экспрессы про это будем отдельно обзор снимать бойлер сразу стоит то есть с горячей водой проблем никаких нет по цене как по-моему уже проговаривала но повторюсь то есть это 15 тысяч за месяц плюс отдельно будет коммуналка и плюс отдельный интернет интернет 600 рублей кухня вот для меня вот это оптимальный размер кухни честность сюда можно разместить любую столовую группу сюда можно оптимизировать да то есть вот сюда даже мини икеевская кухня штукнухсхольд уместилась бы что у метод хорошо бы встал здесь же прячется электрическое отопление пока его не включаем нет необходимости но сегодня было прохладно посмотрим как будет первый день если будет дальше холодно ну свежо да потому что как-то как будто остывшее такое здание по ходу жителя на полос наверное было холодно да эти дни потому что нам прям холодновато я даже открыла окна потому что на улице сейчас теплее чем в помещении кстати смотрите вот чего не хватает икеи да вот такой вот плотненькой сеточки цветной ее очень-очень многие спрашивают и очень бы хотелось чтобы икея нас услышала ввели в ассортимент вот я люблю такие сеточки они дают легкость ну смотрите да вроде бы бежевые такие тяжелые коричневые портьеры но при этом в совокупности дает легкость окошку и очень хорошо оттеняет ну вот икея нас пока не слышит кстати икеевского в квартире нет ни-че-го от слова совсем даже светильники не икеевские так вот она сама комната ну фактически это однокомнатная квартира да летом это сдается как номера по-моему что-то в районе 4 тысяч за номер Дима сказал что это дико дорого диванчик раскладывается в двуспальную кровать диван нам кстати понравился вот опять же да икея такого не хватает то есть чтобы раскладывалось с нормальным полноценным матрасом то здесь хороший пенополиуретановый матрас с пружинным блоком спали мы отлично двухстворчатый распашной шкафчик примитив примитив просто тупо полочки это кстати скажу сразу это неудобно потому что вещи все кучи ящиков никаких нет то есть вот да тут на съехал компьютер ну любителям телевизора ТВ висит мы не пользуемся такими вещами кстати вот еще тоже не хватает икея вот таких вот мини тумбочек то есть вот выдвижные ящички здесь я уже распределила у кого чего этот тип книжки собралась чуть читать успею и вот такие вот шкафчики то есть если например делать из беста то получится большое то есть вот такого готового модуля чтобы сразу были выдвижные ящики ну вот хемнис который мы вам показывали ну хемнис стоит за разу 18 тысяч он очень огромный вот именно компактного маленького не хватает кресло как подразумевает тоже скорее всего раскладывается мы его даже не трогали и вот главное из-за чего мы именно эту квартиру сняли отдельное рабочее место у Димы тук-тук его не слышно тук-тук я говорю отдельно снять почему сняли именно такую квартиру потому что здесь у тебя есть отдельный рабочий угол правильно ну и то что море рядом то отдельный дом покупать ради этого момента неинтересно а тащить с собой тоже нет смысла вот такой вот мини-рум-турчик наверное день нулевой начало первого у нас будут окончены Дима будет постоянно выпускать влоги мы сегодня сейчас поедем в магазин за продуктами как уже сказала рядом да все-таки это ну береговая линия магазинчики маленький ассортимент такой ценник вот такой поэтому логичнее куда-то крупные ну спара здесь нет есть линейка магнит кстати мы находимся на Томанской улице недалеко на улице Ивана Голубца название такое смешное нашли магнит по карте то есть ножками можно протопать но мы пару раз съездим и думаю в семейный чтобы закупить продукты там все-таки ценник адекватный как я уже говорю мы там летом были меня в принципе ассортимент устроил я нашла там все что нужно то есть то к чему мы привыкли в Саранске единственный минус который я не учла при съеме жилья нет духовским я например ну как бы да привыкла если мясо это запекается если котлеты запекают и сырники и так далее то удобно кинул и занимаешься делами блин придется короче готовить сковородки у меня нет привычной киевской посуды вроде бы адекватная нормальная сковородка кастрюльки ну посмотрим мы в понедельник уже едем в понедельник где мы едем где в наушниках мы едем уже в Икеа Краснодар снимать поэтому кстати вы сразу можете писать свои пожелания под влогом сегодня он уже выйдет сегодня у нас 23 октября 23, 24, 26 мы поедем уже в Икеа Краснодар соответственно будем снимать новогоднюю коллекцию это однозначно плюс пишите сразу пожелания что бы вы хотели увидеть в Краснодаре то есть в ближайший месяц все трансляции будут из Краснодара ну все друзья до следующей части влога сняли сняли